Если во дворе крысы, куда обращаться? Вот сразу пять грызунов трапезничают на контейнерной площадке, не смущаясь ни камеры, ни прохожих. Видео снято на минувшей неделе в центре города. Шреметьевский проспект, двор 28-го дома. В нашу редакцию регулярно поступают звонки жителей с жалобой на крысиную оккупацию помоек. Здесь бегают и здесь. Вот когда делали магазин, вот, по-моему, оттуда они все сбежали. А раньше не было? Нет, не было. Вот после ремонта этого магазина. А так? А так вот. Они часто вот здесь бегают. Серая крыса – животное синантропное, то есть обитающее рядом с человеком. Контейнерные площадки – их любимое место. Здесь и стол, и дом. Зверьки эти относятся к нормам, поэтому без труда могут вырыть себе апартаменты прямо под мусорными баками. Для ПМЖ может быть облюбован подвал многоэтажки. В течение года здоровая самка рожает минимум трижды. По 20 крысят в каждом помете. Крысы являются распространителями целого ряда заболеваний, опасных для человека. В том числе и заболевания, которые могут непосредственно крысы переносить. И возбудители распространяются с их пометом, слюной, шерстью и так далее. Но и есть целый ряд заболеваний, как мы называем, трансмиссивных, то есть передающихся с паразитами. И вот клещи, особенно блохи, которые могут прокармливаться на крысах, потом, получив от них возбудители, спрыгнуть с крыс, укусить человека и передать это заболевание. Кроме того, грызуны просто неприятны многим людям. Родентофобия, боязнь крыс – один из самых распространенных страхов. В мэрии нам пояснили, жителям, которые не желают жить по соседству с хвостатыми, обращаться нужно в управляющую компанию. Диэротизация в плановом порядке должна проводиться дважды в год. Комплекс услуг по диэротизации входит в обязательный минимальный перечень работ, которые должна производить управляющая компания. Поэтому обращаться нужно, безусловно, в управляющую компанию. И жители в составе платы за содержание общего имущества уже эти работы, собственно, оплатили. После нашего запроса мэрия направила в адрес управляющей компании обращение проведения внеочередной диэротизации на Шереметьевском, 28. Также УК попросили провести работу с собственниками нежилых помещений, откуда крысы могли прибежать на контейнерную площадку.